У нас будет серьёзный разговор или шоу? Вы сказали, что серьёзный разговор. Так что не обижайтесь на меня, пожалуйста. Как это понимать? Вы кто такие вообще? Это что такое? Я не понимаю. Ну чушь какая-то. Полная дурь, понимаете? Что это за детский сад? Что это за люди? Кто они такие? Спросите у них. Войну начали они в 2014 году. Наша цель – прекратить эту войну. И мы не начинали её в 2022. Это попытка её прекратить. Будут ли переговоры? И почему до сих пор таких переговоров относительно урегулирования конфликта на Украине не было мирных переговоров? Они были, они были. Они дошли до очень высокой стадии согласования позиций, сложного процесса. Но всё-таки они были практически завершены. Но после того, как мы отвели войска от Киева, я уже сказал, другая сторона, именно Украине, выбросила все эти договоренности и приняла под козырёк указания западных стран, европейских, Соединённых Штатов воевать с Россией до победного конца. И больше того, президент Украины законодательно запретил вести переговоры с Россией. Он подписал декрет, запрещающий всем вести переговоры с Россией. Пускай отменяет свой декрет и наступает переговоры. Мы не отказывались никогда. А то, что они подчинились требованию либо уговорам бывшего премьер-министра Великобритании господина Джонсона, ну, мне кажется, что это нелепо и очень, ну, как бы сказать, печально. Вы готовили бы в качестве жеста доброй воли освободить его для того, чтобы мы отвезли его в США? Мы столько сделали жестов доброй воли, что, мне кажется, мы исчерпали все лимиты. Нам никто на жесты доброй воли аналогичными жестами ни разу не ответил. Но мы, в принципе, готовы говорить о том, что мы не исключаем того, что мы можем это сделать при встречном движении со стороны наших партнеров. И, когда я говорю партнеров, я имею прежде всего в виду представителей специальных служб. Может, он, конечно, нарушил ваше законодательство, однако он не шпион, совершенно точно. не шпионил. Может быть, он находится все-таки в другой категории. Может быть, несправедливо было бы просить в обмен на него кого-то другого? Вы знаете, ну, можно как угодно говорить, что такое шпион, что не шпион, но есть определенные вещи, предусмотренные законом. Если человек получает секретную информацию, делает это на конспиративной основе, то это называется шпионаж. Он этим именно и занимался. Он получал закрытную секретную информацию, причем делал это конспиративно. Спецслужбы должны между собой договориться, понимаете? Есть определенные наработки, есть люди, которые тоже, по нашему мнению, не связаны со спецслужбами. Послушайте, вот я вам скажу, сидит в одной стране, в стране-союзника Соединенных Штатов, человек, который из патриотических соображений ликвидировал в одной из европейских столиц бандита. Во время событий на Кавказе, знаете, что он делал? Не хочется говорить, но тем не менее, скажу. Он выкладывал наших солдат, взятых в плен, на дорогу, а потом машины проезжал по их головам. Да, но Иван Гершкович ничего подобного не делал. Это совершенно другая история. Он делал другое. Он просто журналист. Да, он не просто журналист. Я повторяю еще раз, это журналист, который получал секретную информацию на конспиративной основе. Ну да, это другая история совсем. Я просто говорю про тех людей, которые находятся по сути под контролем властей США, где бы они не сидели в тюрьме. И между спецслужбами идет диалог. Это должно решаться тихо, спокойно, на профессиональном уровне. Контакты есть, пусть работают. Кто взорвал Северный поток? Вы? Конечно. Я был занят сегодня. Я не взорвал Северный поток. У вас лично, может быть, есть алиби. У вас лично. Но у CIA такого алиби нет. У вас есть свидетельства того, что НАТО или же ЦРУ сделали это? Вы знаете, я не буду вдаваться в детали, но всегда в таких случаях говорят, ищи того, кто заинтересован. Но в данном случае надо искать не только того, кто заинтересован, а еще того, кто может это сделать. Потому что заинтересованных может быть много. Но залезть на дно Балтийского моря и осуществить этот взрыв могут не все. Вот это два компонента должны быть соединены. Кто заинтересован и кто может. Но я не совсем понимаю, это крупнейший акт промышленного терроризма за всю историю и более того, крупнейший выброс СО2 в атмосферу. Но с учетом того, что у вас есть свидетельства и у ваших спецслужб, почему вы не представите такие свидетельства и не победите в этой войне пропаганды? В войне пропаганды очень сложно победить Соединенные Штаты. Потому что Соединенные Штаты контролируют все мировые СМИ. Вооруженная оппозиция в Киеве провела госпереворот. Как это понимать? Вы кто такие вообще? Хотелось мне спросить тогдашнее руководство Соединенных Штатов. With the backing of whom? При поддержке ЦРУ, конечно. Организации, в которой, как я понимаю, вы когда-то хотели работать. Может быть, слава богу, что вас не взяли. Хотя это серьезная организация. ЦРУ довело свое дело при реализации госпереворота. А, по-моему, один из замов госсекретаря сказал, что даже истратили на эту большую сумму чуть ли не 5 миллиардов. Но политическая ошибка колоссальная. Зачем это надо было делать? Все можно было сделать на самом деле то же самое, только легальным путем. Без всяких жертв, без начала войных операций и без утраты Крыма. И мы бы пальцем не пошевелили, если бы не было вот этих кровавых событий на Майдане. Когда вы в последний раз разговаривали с Джо Байденом? Ну, я уже не помню, когда я с ним разговаривал. Не помню. Можно посмотреть. Вы не помните? Нет, я не хочу. Я должен все помнить, что ли. У меня своих дел полно. У нас есть внутриполитические... Да, но он финансирует войну, которую вы ведете. Ну да, он финансирует. Но когда я с ним разговаривал, это было до начала специальной военной операции. Естественно. Я, кстати, ему тогда говорил, я не буду в детали даваться, я никогда этого не делаю, но я ему тогда сказал, я считаю, что вы совершаете огромную ошибку исторического масштаба. Что он сказал? Можно у него, пожалуйста, спросите, пожалуйста. У него... Вам легко. Вы гражданин Соединенных Штатов поезжайте и спросите. Мне некорректно комментировать наши разговоры. Но с тех пор вы с ним не разговаривали после февраля 22-го года? Нет, мы не разговаривали. Закончим? Или что-то еще? Ну, я думаю, это хорошо. Спасибо. Нет, это все. Спасибо большое, господин президент.